Всем приветствую и я рад таки сообщить, что наконец-то вот сейчас в данный момент мне удалось таки разморозить наше давнее-давнее прохождение игры Готика, этой легендарной немецкой РПГ, которая особой любовью пользовалась именно вот в частности у российских игроков хардкорных. Первые две серии уже были выпущены и вы можете найти их на моем канале, зайдя в соответствующий плейлист Готика прохождения. Было записано всего лишь две серии и было сделано еще в начале года. И с тех пор как-то, ну так вот получилось, что я на это все дело подзабил. Ну там были другие причины, личная занятость, нехватка времени и я на тот момент ставил приоритет в прохождении моды Гетмонад. А куда это ты? Ну туда, за... Вот сейчас же ситуация немного изменилась, у меня появилось больше свободного времени и к тому же приближается октябрь месяц, это значит, что у меня появится еще больше свободного времени на записи прохождений. Поэтому я решил, что сейчас самый такой замечательный момент вернуться к тому, что мы именно вот и начинали. Также надо сказать, что, к сожалению, за это время прошло уже больше полугода, где-то 9 месяцев, если не больше. С момента окончания второй серии у нас, а это у нас по счету уже третья серия сейчас идет в прохождении, К сожалению, у меня уже... Я успел уробить винду, переустановить ее и у меня полетели все сейвы, которые ранее были записаны. К счастью, я не так далеко прошел, поэтому за день я так собрался, с утречка по-быстренькому дошел до этого самого места, где мы закончили и в принципе вот сейчас продолжим с этого места. И, кстати говоря, так как я начал новое прохождение, то немного по-другому сделал начало. Вот, кстати, те, кто будет тут проходить первую готику, запомните, в самом начале, когда вы будете спускаться с места вашего назначения в старый лагерь, там вам по пути в горах отмычка встретится. Одна. Вот берегите, вот она, кстати, берегите ее, как зенит суонка, потому что в старом лагере, в старом лагере, поджидайте момент, когда в домах и лачугах не будет хозяев. Вы этой отмычкой можете потом открыть практически все сундуки в старом лагере и вот уже в самом начале у меня уже 245 руды. Как-то при предыдущих прохождениях я не придавал этому значения и поэтому обычно в самом начале игры я был сущим бомжом и не мог себе ничего позволить. Там ни нормальной брони, ни оружия. Вот. А сейчас, пообщистив перед этим сундуки, вот уже имеем неплохую на начало сумму. Вот. И, кстати говоря, сейчас уже можем ее с толком потратить. Вот. Поэтому у меня сейчас такой вопрос, либо потратить на изучение одноручного меча, да, на первый левел, либо же сэкономить эту сумму на приобретение какой-нибудь сносной брони более-менее. Вот. Ну, ладно, давайте перед этим еще и вспомним, как мы вообще тут оказались в новом лагере. Значит, мы в старом лагере увидели некого Мордрога, посыльного от вот этих вот ребят из нового лагеря. Это посыльные магов воды, и вот эти посыльные, они работают в виде курьеров для передачи сообщений магов воды магам круга огня. И поэтому их беспрепятственно пропускают внутрь замка в старом лагере. Мы сейчас вот-вот, собственно, по приглашению Мордрога сюда и пришли в новый лагерь к этим ребятам. Вот. И уже встретились с Ларсом, который нам выдал новые задания, если мы захотим вступить в новый лагерь. Значит, что у нас за текущие задания тут? Шнык и плотина. Так, это Гомер, строитель плотины, попросил нас разобраться. Вступление в новый болотный лагерь, пропавший стражник. Так. Ну, ага, амулет. Амулет мы ему не дадим. Так, ну наш сейчас... Так. В принципе, смотрите, еще сразу расскажу насчет особенностей вступления в разные лагеря. Вот, конечно, сейчас, извините, что будет такое долгое вступление, да, я сейчас ничего не буду делать особенно. Просто, ну, для новичков, да, которые еще не проходили первую готику, к примеру, еще в начале игры вам будет возможность предоставиться вступить в три лагеря. Это болотный лагерь, старый лагерь и новый лагерь. Я лично хотел вступить вообще в болотный лагерь, потому что это там у курки, и вообще диалоги у курков у меня очень схожи с каким-нибудь хиповским обществом отшельников. Вот, поэтому меня это очень радует, курить травку целый день и кайфовать. Но, к сожалению, в первой готике именно прохождение за болотный лагерь считается самым багованным, и некоторые даже миссии, они могут крашиться так, что потом чисто физически нельзя будет пройти игру. Поэтому вступление в болотный лагерь отпадает сразу. Ну, оно слишком, оно багнутое, и порой стабильность хвостов за болотный лагерь будет зависеть только от расположения звезд на небе. А старый лагерь, опять же, я так подумал, в принципе, да, вступить в старый лагерь было бы неплохо, но будет потом в игре одна особенность. Она будет нам... Мы ее увидим по сюжету, и... Ну, не буду пока говорить, если кто не проходил, но те, кто уже игру прошли, они поймут, о чем я. Просто в определенный момент то, что вы вступили в старый лагерь, будет бессмысленным. Ну, и новый лагерь, в принципе, как бы идеология свободы. Никто тут за тобой не стоит, каждый сам за себя. В принципе, покажи другим силу свою, и все, от тебя отстанут. Поэтому, я думаю, мы выберем путь именно нового лагеря. То есть, пытаться вступить именно в новый лагерь, куда мы и пришли. Так, вступление в новый лагерь. Вот мы и стоим перед воротами нового лагеря. Мордорок дал, ага. Так. Кстати, сам Мордорок сейчас в этом лагере на озере, и туда нам не дают пройти в Ушебал. Они требуют от нас руды. Или доказательства того, что мы рудокоп. Вот, а чтобы мы доказали, что мы рудокоп, нам нужны штаны рудокопа. Так. Значит, что нам еще тут требуется? Нам требуется, собственно... Собственно, требуется встретиться с Мордороком, опять же, передать ему, что... Ларс сказал, что в лагере Братства будет заслан шпион. С этим выяснение планов Братства. Ну, этот шпион будем мы. Такой небольшой спойлер. И у нас, кстати, поручено задание забрать болотник у идола Исидора и продать его. Ларс хочет получить прибыль в 400 кусков руды. Что ж такое, типа, поработать нам таким персональным драг-дилером. Да, кстати, кому интересно, можете в предыдущие выпуски, опять же, посмотреть в плейлисте. Вот, и в самом начале этого видео там будут ссылки на предыдущие серии. Так, а вот этот вот гражданин по имени Корот, по-моему, может нам, нас обучить одноручному мечу умению. Я хотел бы потренироваться с одноручным оружием. Хорошо, но не задаром. Это обойдется тебе в 30 кусков руды. 30 кусков, ну, разве это... Разве 30 кусков это большие деньги? Нет, это просто вообще пшик. Я хотел бы потренироваться с одноручным оружием. Хорошая мысль. Но прежде чем заниматься техникой, тебе нужно научиться правильно держать оружие. Новички часто держатся за рукоять двумя руками. Это неправильно. К этому лучше не привыкать. Возьмись за рукоять одной рукой. Лезвие вверх и не держи его неподвижно. Оружие должно стать продолжением твоей руки. Вписываться в твои движения. Это поможет ускорить атаку. Если запомнишь все, о чем я тебе говорил, твои удары станут более изящными и быстрыми. Да, и вот еще что. Некоторые удары куда эффективнее остальных. У новичка не так много шансов повторить их. Но чем больше ты будешь тренироваться, тем лучше они у тебя будут получаться. Так, и одноручный меч уровень 2, но тут нам уже не хватает очков обучения. Так, ну что, сейчас давайте потренемся сразу. Уже тут у него ученики тренируются. О, и как мы видим, сразу же изменилась стойка. То есть, как мы помним, до этого у нас главный герой держал оружие двумя руками, еле-еле удерживал меч. Тут уже в такой боевой стоечке. Давайте. Уже так более уверенно и спокойно принимает удары. Сейчас, тут даже можно какой-то комбо сделать, правда. Не всегда оно получается с первого раза. О, вот так вот. Прямо ведьмак отдыхает, блин. А я когда-то напомню 2001 года. Просто в лотике еще чуть-чуть такое специфичное управление. Не похоже на одно RPG более. Встречающиеся на ПК. Блин, нифига себе. Как же я так сделал-то? А, так, то есть это... Зажимаем левую кнопку мыши. W. Еще W. Блин, как-то вот даже... Да, надо все-таки попрактиковаться еще, наверное, будет. Вот такие пироиды получились довольно-таки красивые. Ну... Так, у нас еще есть 5 очков. Давайте их пустим на то, чтобы прокачать силу до параметров 20. Кстати, жизненная сила у нас растет с каждым новым уровнем. Ну, силу можно прокачать у Ларса. Были времена, когда все было совсем по-другому. Что-то не то в этой истории. Да, я хочу стать лучше. Вот, он нам за это даже не спросит из нас денег. Вот, а ловкость, кстати, она влияет не только на умение стрелять луком, но и на успешность вскрытия звонков отмычкой. Вот тоже, если что, запомните. Вообще, буду стараться сбалансированно прокачивать игрока, нашего протагониста, чтобы был таким мастером на все руки, а не узкоспециализированным в чем-то одном. Ну, а пока что, давайте, это будет у нас такая вводная серия, давайте, ну, после длительного затишья, само собой, давайте посвятим ее, пока что, знакомству с обитателями нового лагеря. Непосредственно миссию Драгдиллера выполним позже. Ибо тут много что интересного можно найти. Как жизнь. Проваливай! Проваливай! Говорит. То есть, опять же, чем мне Готика нравится, вот в отличие от того же Обливиона, к примеру, да, в Обливионе приходишь ты в какую-нибудь Бруму, там охранник сразу такой, весь калантный себя, говорит, добро пожаловать в наш город. А в Готике приходишь ты в новый лагерь, и тебя там посылают открытым текстом. Вот это вот как-то по-нашему, более по-русски, что ли. Поэтому, в принципе, неудивительно, что игра сыскала большую популярность, в частности, у нас в России. Потому что, ну блин, это так по-русски прийти в новое место, и тебя там посылают нахер. И это еще в самом таком благоприятном исходе. Так, вот, блин, наемники уже такие. Сразу видно, серьезные ребята. Вот, давайте знакомиться. Новые лица. Ты кто? Я Горн. Наемник на службе у мага. О, Горн. Да, это в будущем это будет наш старый верный друг, но пока что мы его не знаем. Пока что мы с ним только познакомимся. И в чем заключаются твои обязанности? Ли заключил с магами сделку. Он нанял лучших бойцов в колонии, то есть нас. Мы охраняем магов и заботимся о том, чтобы рудокопы могли работать спокойно. Маги должны позаботиться о том, чтобы рано или поздно мы все смогли убраться отсюда. А еще мы получаем малую толику руды в качестве платы за службу. Можно где-нибудь здесь остановиться так, чтобы не пришлось никого выкидывать из дома? Не думаю. Но если так уж приспичило, поговори со Шрайком. Он занял дом напротив. Рядом со входом в пещеру. Дом был пустой. Но принадлежал-то он нам. Нам? Ну нам, наемникам. Наемники и воры живут раздельно. И ни один из шайки Ларса не должен появляться по эту сторону от большой дыры. На самом деле, разницы никакой. Но Шрайк никого и не спрашивал. А ворам нельзя позволять делать все, что заблагорассудится. Иначе они нагляют. Что нужно сделать для того, чтобы присоединиться к новому лагерю? Прежде чем говорить об этом с Ли, ты должен научиться хорошо драться. Неважно, каким оружием. Помимо этого, ты должен знать все про здешнюю жизнь и ее законы. Если ты не собираешься появляться в других лагерях, стоит попробовать присоединиться к воровской шайке, прежде чем пытаться стать наемником. Увидимся! Ну, собственно, такой небольшой ликбез нам провел Горн. Ну, в принципе, какие тут могут быть правила? Как я уже сказал, кто сильнее, тот и прав. По крайней мере, это применительно в первую очередь для нового лагеря. Как дела, чувак? Как всегда. Слежу за тем, чтобы никто не подобрался к магам. Да и к Руде тоже. Окей, кстати, хочу заметить, что тут локализация от Сноубол, поэтому вообще в фанатских кругах именно труженой считается именно локализация от Сноубол, по той причине, что она более живая, что ли, и... В отличие от Русо Бит Эм, то есть локализации Готики было две, от Сноубола и от Русо Бит Эм, но, правда, от Русо Бит Эм там она более такая мёртвая была, что ли, то есть там читали по бумажкам те, кто озвучивали роли свои, вот, и без особо такого желания. А от Сноубола они хотя бы пытались как-то оживить диалоги. Ну, это так, для справки. Значит, со Шрайком мы разберёмся попозже, продолжаем, собственно говоря, знакомиться с местными обитателями нового лагеря. Пойдём по этой стороне, шарки опять же. Эй, как дела? Хочешь купить что-нибудь? Да ты ещё, а? Что ты предлагаешь? А что ты? Мне кое-что нужно. О, у тебя есть труда. А у меня есть, что тебе... ...продать. Давай, ты поможешь мне освободиться от моего... ...всякого мусора. Так, здесь нам всё, в принципе, пригодится. Всякая дубина, кирка, ржавый меч. Вот это всё нам не нужно. Так, мы получим дополнительно 58 руды. Товаро-денежные отношения здесь развиты очень хорошо. Удаление рудников. Мне кое-что... Так, у нас уже 273 руды. Так, что ты у нас ещё можешь нам предложить? По оружию, в принципе, ничего особенного, но хорошо, хоть мы у тебя руды забрали. Сундуки, сундуки, кстати. Если будет такая возможность, потом покажу, как их можно обирать. Главное, чтобы хозяев не было в это время на месте. Не хотел бы я оказаться на его месте. Я думал, это... Каждый раз одна этажа и стоит. Эй, ты! Тебе здесь нечего делать. Ну, ты должен сказать, что вот-вот, уже палят место. Вот, а так вот я в... Старом лагере, когда ты её проходил, я, вот так вот, очень много сундуков перелопатил. Ну, в новом лагере сделать будет намного труднее, потому что, во-первых, тут и люди рядом со своими жилищами находятся рядышком, вот, и палят их очень так сильно. Ну, в принципе, неудивительно, потому что здесь, собственно говоря, и сами воры, они все, и за своим хозяйством умеют присматривать, в отличие от представителей старого лагеря. Вот, ну, нам будет легче отбирать дома, когда мы коронаворн у Кука Валорна, призрака. Он, его хижина неподалёку от старого лагеря, вот, когда мы у него выучим навык подкраду, в тихаря. Тогда и заживём в полной жизни. Похоже, ты не слишком проворен. Я могу помочь тебе. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменит. Я рад, что ты мне можешь помочь, Бастер. Ты можешь мне помочь? Я могу обучить тебя контролю над телом. Это искусство называется акробатика. Ты не должен верить всему, пока меня... Во, ещё одна, кстати, классная способность. Когда мы изучим акробатику, мы не сможем, заместо вот такого прыжка, да, реально нырять. Нырять в пространстве. Да так, что Ведьма Геральт из Вичер 2 просто, не знаю, будет постановить от своей беспомощности, потому что то, что будет вытворять безымянный, по сравнению с его выпадами, это просто небо и земля, на самом деле. Так, ну, собственно, почти весь лагерь обошли, и нас тут больше всего интересует местный продавец Волк. Кто ты? Я Волк. Я делаю доспехи. Где можно купить хороший лук? Ты пришёл туда, куда нужно. Я подберу для тебя отличный лук. Если у тебя есть руда, конечно. Руда – это вообще не проблема, особенно у нас и на его месте. Мне нужны хорошие доспехи. Прости, парень. Я не могу ничего тебе продать. Ларс убьёт меня, если узнает, что я продал доспех чужаку. Я хочу научиться стрелять из лука. Я могу научить тебя, но не задаром. В конце концов, мне тоже нужно есть. Сколько? Любой урок обойдётся тебе в пятьдесят кусков руды. Хо-хо-хо. Я не торгуюсь. Всё было совсем по-другому. На, ну, лук, уровень один, в принципе, ладно. Это ещё терпимо. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Успех охоты во многом зависит от ловкости. Что-то не нужно. Ну, понятно. Ты берёшь в оплату что-нибудь помимо руды? Я покупаю у охотников меха и шкуры. Если у тебя есть что-нибудь, покажи. Во. Так, лук. Лук, лук, лук. Короткий лук. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Вот, думаю, брать ли у него лук. Я всегда болтаю. В принципе, по-моему, мы его можем ещё где-то за... Так, найти. В результате попадаешь к неприятности. Если я не ошибаюсь. Как добываются эти самые меха и шкуры? По пути в новый лагерь ты встретишь Эйдана. Он может показать тебе, как снимать шкуры с убитых животных. Редфорд и Дракс бродят к северу от старого лагеря. Это по пути к Торбу. Что-то не то в этой истории. Ну, то есть, как я понял, хорошие доспехи мы не получим вплоть до того момента, пока не докажем свою преданность новому лагерю. Что мы достойны в него вступить. Поэтому будем стараться. Пока меня не путали. Да, и, кстати, рекомендую всячески почаще сохраняться, потому что здесь функция автосохранения не срабатывает. Её тут попросту нету. А игра всё-таки имеет неприятные свойства, время от времени крашится. Да, и сохранился я не случайно, потому что, если вы не хотите раньше времени расстаться со своим оружием и рутной, ни в коем случае не разговариваете с бутчем. Ну, после первого же диалога на вас нападёт, и это будет у вас всё добро. Это так, на пустыне на будущее. А то потом... Бывало так, что кто играл в первый раз, вовремя не сохранялись, и потом с грустью на лице осознавали, что всё их добро украл вот этот вот нехороший человек. Ну, теперь вы осведомлены об этом. Эй, ты! Кто? Я? Ты, ты! Иди сюда! Что тебе нужно? Ты новенький, да? Это сразу заметно. Тебе предстоит многому научиться. Если хочешь, я могу кое о чём рассказать. И всегда смотри, с кем ты разговариваешь. К примеру, бутч. Вон тот тип у костра. Держись от него подальше. А, ну, вот. Нас уже заранее предупредили. Правда, мы пошли по другому пути. Вот, надо было сразу к ним зайти. А что такого с этим бутчем? У него есть дурная привычка бить всех новичков. Так что тебе не стоит попадаться ему на глаза. Ты не должен верить всему, что слышишь, веришь кому-то. Чему ты можешь меня научить? Ну, а что ты хочешь узнать? О, по открадыванию. То есть, ага, подкрадываться можно научиться и здесь. Отлично. Все, все учителя прямо-таки, как это сказать... Прямо-таки на носу. Все рядышком. Потому что жат удобно. Так, а тем временем в новом лагере темнеет. Все идут... В бар. Правда, вот... Меня интересует, как же все-таки найти... Штаны... Рудокопов. По-моему, насколько я помню, кто-то их может продать. Или, 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 или... Как-то... По-моему, можно еще пойти в новую шахту и там их выкупить, что ли? Не помню ее уже. Я не сомневаюсь, что это... Скорее. Давайте с последними из наемников поговорим, кто-то остался. Как тебя зовут? Меня зовут Торлов. Я служил старшим помощником на военном корабле и принял участие в мятеже. Ничего из этой затеи не вышло. Большая часть команды оказалась на стороне капитана. Так я попал сюда. Я хочу присоединиться к вам. Ли не примет тебя в отряд, пока не узнает, чего ты стоишь. А до тех пор тебе лучше поддерживать хорошее отношение с Ларсом и его шайкой. Если нужен совет, я скажу тебе вот что. Добудь что-нибудь важное из старого лагеря или старой шахты. Как только эти парни поймут, что ты тоже против Гамеза, проблем у тебя станет значительно меньше. И как это провернуть? Сначала тебе придется завоевать их доверие и только потом ограбить. Ну, все это будут дела следующие. Расскажи мне об этом лагере. Будь здесь повнимательнее. В лагере полно головарин. Здесь есть несколько... Второй. Если попытаешься под... Видишь ли, этот... Так, дальше это уже место, где живет Ли. Туда мы попадем позже. Нам пока смысла нет. Так, ну, собственно, поговорили мы со всеми, с кем можно было нормально поговорить, по крайней мере. Ну что ж, такая серия приветствия, да. То есть серия введения после долгого перерыва. Немного рассказал о планах, и, кстати говоря, уже у меня появился четкий план все-таки начать такое стабильное прохождение не только первой Готики, но и вообще всей серии Готика. За исключением четвертой части. То есть Готика 4 я вообще не приравниваю к серии Готика, да, это Аркания. Это просто, не знаю, это язва на теле. И, на самом деле, ничего общего с Готикой эта игра не имеет, поэтому сделаем вид, что Готики 4 вообще не существует и никогда не было. Вот, а так, да, у меня сейчас теперь четкие планы вместе с серией Total War проходить серию Готика, потому что эта серия мне очень близка, она мне очень нравится. И в свое время проводил очень много в этом мире загадочном Хориниса и Миртаны. Вот, и, на самом деле, серия Готика мне намного ближе к сервису и милее, чем тот же The Elder Scrolls. Любая из его частей. Поэтому, так же более плотно займемся прохождением Готики, то есть будем проходить плавно сначала первую, вторую и затем третью часть. Вот, надеюсь, вам будет так же интересно следить за прохождениями этой серии РПГ. Вот, потому что, опять же, я достаточно много знаю о этой вселенной, знаю достаточно количества фич, хентов, всяких особенностей этой игровой серии. Вот, и буду, по возможности, с вами делиться со своими впечатлениями и эмоциями. Вот, ну, собственно говоря, драг-дилер, да, заниматься драг-дилерством мы будем уже в следующей части. В этой мы поболтали вдоволь, еще раз все узнали и уточнили о новом лагере, куда мы, собственно говоря, и будем вступать. Уже целый день прошел, вот опять уже ночь наступила. Поэтому я с нетерпением жду, когда у меня свадится время сделать следующую часть. И, я думаю, вот, так же будете с интересом следить за развитием событий в этой долине рудников. С вами был Damage Games Total Wars Rune, спасибо за внимание и до следующей части.